Жители жилмассива Тупаль-1 устроили митинг против мафов. Вот такие конструкции заполнили остановку напротив известного городского супермаркета. Люди говорят, ларьки как грибы выросли здесь в течение последних двух лет. Сегодня киоски мешают им жить в прямом смысле этого слова. Очень оживленный участок. Сюда люди идут на рынок, в Арус, в школу, в детский сад. Идут с маленькими детками, со школьниками, с колясками. Ни зрительно, ни по нормальному тротуару не пройти. Сейчас вот видно, где тут находится пешеходный переход и где святый фор. Куда идти людям? Основная проблема, основная беда, это касается 15-го дома, потому что ежедневные помои выливают под 15-й дом. А по остановке обращаются все жильцы, потому что дети – это единственный пешеходный переход через дорогу, через который переходят дети в школу каждый божий день. И машины хозяев киосков нам не всегда позволяют пройти или по газону, или никак. Вплоть до того, что даже машинами толкают и сбивают сном. Достаточно неприятностей доставила людям и пивная, владельцы которой успели подготовиться к приезду съемочной группы и прикрыть лавочку. Возмущенные жильцы не раз обращались к представителям власти. Как оказалось, специальная комиссия Горсовета приняла постановление о демонтаже киосков еще в 2014 году, но так и не привела его в исполнение. Откликнувшись на просьбы избирателей, соответствующим запросом в Горсовет обратился районный депутат Сергей Хрущ. Ему удалось вынести вопрос на повестку дня и добиться выездной комиссии. На прямой вопрос, что предполагает это решение? Ну, ответ простой – демонтаж. Ну и начались разговоры, что помешало тогда сделать. Не было милиции явки, не было там какого-то паука. Но сейчас-то у вас все есть, вы новая власть, проявите волю. Наконец, митингующие дождались приезда рабочей группы общественников, вердикт которой должен решить дальнейшую судьбу киосков. Скажем прямо, ее представители высказались в защиту части существующих мафов. Хлеб, колбаса, молочка – почему бы и нет? Это люди кормят свои семьи, они трудом зарабатывают себе на жизнь. Поэтому мы считаем, что полностью аннулировать вот эти рабочие места – это неправильно. Мы приняли решение встретиться здесь с жителями и предпринимателями. И посмотреть на самом деле, что здесь находится, ближе быть. Увидели действительно, что наше решение можно изменить. Часть ларьков, которые здесь есть, действительно находятся в ужасном состоянии и мешают жителям. И мы готовы их убрать. Но и часть ларьков, нельзя все под одну гребенку. И часть ларьков, на самом деле, находятся в нормальном состоянии. И, судя по покупкам в этих ларьках, никому не мешают. Снести или помиловать? Пока этот вопрос остается открыт. Окончательное решение комиссии будет принято в среду после голосования с участием жителей Тополя-1 и местных предпринимателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова